Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, мы сегодня собрались здесь 7 августа на традиционный день памяти на Славках. Мне сегодня не хочется говорить об истории лагеря, я буду говорить только об истории памяти. Знаете, за 30 лет мы уже пережили много разных трансформаций памяти о УЛАГе и памяти о советском терроре. Почему-то сегодня хочется сказать, как все это начиналось. Это был июнь 1989 года, когда в российском обществе, в таком еще советском, советско-российском обществе, была потребность понять свое историческое прошлое, понять, что же случилось, почему был государственный террор, почему вся страна была покрыта системой лагерей, тюрем, ссылок, почему были депортации. И вот этот импульс, который существовал в конце 80-х годов, был очень важен. Тогда казалось, всем нам казалось, что память о УЛАГе и память о терроре – это залог тех необратимых перемен, которые наметились тогда в России. Что если мы будем все заниматься пониманием прошлого, то тогда сложится новая государственная система. Так казалось тогда. И вот на этом импульсе, на вот этой массовой потребности памяти состоялся первый приезд сюда, на Соловки, 6 июня 1989 года. Здесь была открыта первая большая, полноценная выставка, посвященная лагерям. Сюда приезжали в конце 80-х, первых 90-х, приезжали люди, которые здесь сидели. Это были совершенно замечательные старики, которым очень важно было приехать снова на Соловки, уже свободным человеком, понять, прочувствовать и понять, что же тогда было. И они нам все время рассказывали, рассказывали, где был театр, где была библиотека, показывали те камеры, в которых они сидели, те командировки, на которых они были. И все это было насыщено каким-то поразительным позитивом в их рассказах. Понимаете, не трагедия, не ужас, не страх, не обида. А вот мы это прошли, мы это пережили, и мы хотим об этом говорить, мы хотим об этом рассказать. Вот так складывалось в конце 80-х годов. Из этого момента возникла такая постоянная традиция Дни памяти, на которые мы приезжаем. Потом они перекочевали с июня в август в конце 90-х годов. Это стал Международный день памяти. Сюда стали приезжать люди из разных стран, делегации, дипломатические миссии. Приезжали люди разных конфессий, устанавливали свои знаки. А началось все вот с этого места. В 89-м году вот этот первый валун, на нем еще не было тогда надписи, был установлен, и, соответственно, не было никакой площадки, был установлен в этом месте, потому что мы с вами сейчас находимся на территории кладбища. Это было монастырское кладбище, и оно же существовало в лагерный период. Это было монастырское лагерное кладбище. От него ничего не сохранилось. Территория этого кладбища, на ней стоят коттеджи, вот этот коттедж, тот коттедж, они все стоят на кладбище. И это постройка 90-го года. Вот с этого момента 90-го года первые постройки, мы потом... Ничего, что у меня превратилось это в какую-то полуэкскурсию. Ничего? Хорошо, тогда я продолжу. Вот эти коттеджи строил музей. Музей строил на кладбище, точно зная всю эту территорию. Но при этом в памяти сохранилось только одно, что вот этот госпиталь, построенный в 40-м году, в момент разрушения монастырского и лагерного кладбища, именно он построен на кладбище. А вот эти коттеджи, они выросли сами собой. Так вот, в 89-м году, когда сюда прикатили эту ткань, открыли темы, открыли диалог, открыли разговор о прошлом, о Соловецком лагере. Вот эта аллея, которая была разбита на следующий год, носит имя Павла Флоренского. Понимаете, Павел Флоренский великий ученый, великий человек. Но вот как сочетается улица, проложенная по кладбищу, с именем этого замечательного человека? Согласился ли он бы с такой памятью, а если по уничтоженному и забытому кладбищу проложена вот эта улица? И вот так кривовато, сложно формировалась эта память. И поначалу, в 90-е годы, все больше и больше людей присоединялись к Дням памяти. Музей, монастырь, когда здесь появился в 93-м году. И как бы шло все по нарастающее. Ушло поколение бывших заключенных, потом ушло поколение детей, которые приезжали сюда к своим отцам и матерям на свидания, и помнили эти соловки со своего детства, Соловецкий лагерь. И одни памяти продолжались. Все больше и больше людей сюда приезжало. И вот последние два года снег начали убывать. Убывать разные структуры и разные организации. Это и Соловецкий музей, и Соловецкий монастырь. Эта тема для них больше не существует. Но мы с вами ездим, и мы сюда приезжаем. А память и те акции, на которые мы приезжаем, это в каком-то смысле сакральные акции. И поэтому совершенно все равно, сколько нас приедет в какой-то год. В какой-то год может быть совсем немного, в какой-то год может быть больше. Но главное, что мы здесь, и главное, что эта память для нас существует. Она меняется у нас на глазах. Но мы по-прежнему должны понять, что же произошло в 2020 году. Ну вот, а так как у нас митинг общественный, гражданский, то я хочу предложить вам, всем, кто хочет что-то сказать, произнести какие-то слова. Можно? Пожалуйста, да. И давайте так. Так как мы люди свободные, то мы каждый называем сам себя. Наталья Брюшко-Запов, директор Польского института Польской дипломат в Петербурге. Наверное, большинство меня знает, так что не очень обязательно. Я волнуюсь немножко, потому что я очень думала, долго что сказать, и какие-то дежурные фразы как-то не подходят сейчас к этой ситуации, к этому месту. Можно просто расскажу немножко отсюда. Я здесь впервые побывала во время Дней памяти в 2013 году, 3 года тому назад. И тогда это было огромное, ну меньше на Соловках, больше в Санкт-Петербурге, огромное официальное мероприятие. Приезжал президент республики Карелия, привез с собой тоже очень много людей. Здесь принимал участие и музей, и приехали многие мои коллеги-дипломаты. И, в принципе, не знаю, наверное, сейчас эти встречи здесь спустя 3 года, они, может быть, более трогательные и даже более задеваются сердце, душу и разум. Но никак нельзя сказать, что нет входа без добра. То есть хотелось бы, но у нас в Польше очень ценят и стараются все, в принципе, общество людей, сохранять память, особенно память о людях репрессированных и безвенно убиенных. И все-таки хотелось бы, чтобы здесь также мы с вами вместе продолжили эту традицию. Немножко появляется такое ощущение навязчивое, что вот я за эти 3 года не только посмотрела, а поучаствовала лично в каком-то киносценарии, в котором вдруг кто-то решил прокрутить кинопленку назад. Вот она так крутится, но я все-таки надеюсь, и мы все надеемся. Тут с нами сейчас много наших соотечественников. Нас все больше и больше, Ирина. Мы вам обещали. Все-таки хочется надеяться, что эта кинопленка, которая крутится обратно, это только такой замысел сценариста и режиссера, который хочет показать, что вот так, как не надо. И она все-таки остановится и уже стремительно пойдет вперед. И все вопросы, связанные с памятью, будут окончательно высказаны и вербализированы. Но, может, не закрыты, но во всяком случае будет поставленный точка над ним. Спасибо, я вам этому желаю. Надеюсь, что в следующий раз я еще приеду, наверное, уже в качестве частного лица, неофициального. Я так расскажу больше. Спасибо. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать? Юра, иди к нам сюда. Ты немножко заболтался. Ты немножко заболтался в кавуарах. Ну что, поговори. Не хочешь? Нет, я просто не думаю. Мы говорили сейчас о том, и пани Наталья сказала о важности сегодняшнего дня. А я хочу тебе напомнить старую формулировку. Знаешь, держать периметр. Так вот, сегодняшнюю зимовку мы с вами все вместе держим. А традицию, и она будет. Надеюсь, что будет. Да, но ты пессимист, поэтому ты можешь сказать, что надеюсь. Веселая. Нет, я все-таки оптимист. Я тоже продолжу тогда старыми пословиями, поговорками. Хочу сказать, что из Соловков выплеснулось много выражений на материк. Вот сегодня в Соловках, завтра в России, это относится и к разговорной речи. Об этом пишет Лихачев, конечно. Об этом пишет Ширяев. Об этом пишет Пришвин. Ширяев это называют соловитизмами. Обороты речи такие. Ну, это Блат, вот то, что Лихачев говорит. Это Филон. Слово Филон, вот это в дневниках Пришвина. Это фиктивный инвалид лагеря особого назначения вообще. Сокращенно, может быть, кто-то не знает этого. И вот одно из выражений, которое... Вот у меня сын понимал это в пятилетнем возрасте, уже на каком-то генном уровне. Нет, немножко не так. Я правда не готовился. Джеймс Беллингтон был. Здесь американцы, ведь у тебя, да, Газит, тоже. Вот директор библиотеки Конгресса. И он спрашивает на кухне у нас, а что ты думаешь о будущем? Я говорю, что, я думаю, обойдется. Ну, почему? Я говорю, трудно перевести. Ну, почему? Там Саша Хилков у него переводчик, он хороший переводчик. Он говорит, я все переведу. Я говорю, ну, пожалуйста, Саша, вот... И рассказываю вот эту историю, что выражения выплеснулись на материк. И говорю, Саша, ну, переведите, пожалуйста, ему Бог не фраер. И вот растерялся. Переводчик, и все. Дословно это не имеет никакого смысла. И обращение к Богу тоже, вроде бы, ко мне, не для меня это. Но, тем не менее, остается надеяться на Бога, что Бог не фраер. Все-таки вот. И на Соловках все как-то быстрее происходит, и мы увидим, как это все произойдет. Я не знаю, как именно. Ну, вот убрали этого архитектора Архангельского, который подписал строительство вот этого огромного комплекса, вот этого музейного здания, совершенно бессмысленного. Уберу вот этого Порфирия, который... Исчезнет этот патриарх, который... За которым все это стоит. А Соловки все равно будут стоять. Услово Соловки все-таки во всем мире оно ассоциируется не с монастырем, а с лагерем. И ничего, что нас сегодня меньше, чем 10 лет назад. Бог не фраер. Знаете, очень хочется сегодня вспомнить тех, которых нет с нами. И нет совершенно по независимым от них причинам. Много лет, более 10 лет, с нами сюда приезжали наши друзья с Украины. Наши друзья из Киева, с Уолыни. И мы дружили. Они поставили памятник. И мне хотелось бы, чтобы мы сейчас как-то все вместе поняли, как их здесь не хватает. А их здесь нет, потому что идет война. Россия с Украиной. Они не могут приехать. И... Но мы чувствуем, что они все равно все здесь. И Виталик со своей бандурой. И все остальные замечательные наши друзья. Януш, хочешь что-то сказать? Уважаемые друзья, шановные приятели. Мы сегодня собрались, приехав из разных стран и регионов России, чтобы почтить память о жертве политической репрессии. Поскольку свидетелей этих страшных событий, их детей и внуков становится все меньше и меньше. Потому... Это очень важно, чтобы передать память о том, что происходило в 20 веке во время тоталитаризма молодым людям. Они будут нести дальше эту память. Вот. Хотелось бы все это окончить одной фразой. Та, которая на Сандар-Мохе, на памятнике. У входа на Сандар-Мох. Друзья, не убивайте друг друга. Спасибо. Спасибо. Конечно, Татьяна, пожалуйста. Я не такой оптимист, как Юра. Я думаю, что, может быть, действительно все вернется на круги своя. И будет администрация, музей принимать действительно большие группы людей, которым не должно забывать об этих днях памяти. Но сейчас, вот еще, что осталось в музее от этих дней памяти, но сейчас другие числа, другой формат – это конференции. И, значит, уклон только лишь в сторону освещения здесь православных религиозных деятелей, которые находились в лагерях. Ну, надо сказать, что там много информации, интересной. Но это не значит, что надо исключать какую-то другую. Я так думаю. И очень странно, что нету никаких объявлений сейчас, фактически. Если те люди, которые решили все-таки это продолжать, поддерживать дни памяти, должны это двигать сами, по-моему, если не будет движения, если не будут вывешены объявления вот там вот два метра размером, то, что где было бы написано, что это дни памяти, какая их программа, и что вот во столько-то. Сейчас этого ничего нету. Я спросила, сейчас шла администрация Собеда, когда у вас дни памяти? А у нас дни памяти? Вот, ответ, они даже не знают это. Но это надо оповещать. Надо начинать с того, что каждый это известит кого-то еще просто. Иначе это так, в общем-то, заглохнет. Глок не фарайл. Ну, и вообще движение идет, в общем-то, в совершенно худшую сторону. Этого архитектора, может, и уволили. Это чисто формальное действие. Надо всегда кого-то уволить. Всегда есть стрелочник, которого уволят, и будут делать все то же самое. Сейчас страшно. Пресс идет на всю территорию Соловецкого архипелага, который будет передаваться в огромных количествах гектар церкви. Но не просто для того, чтобы восстанавливать. Понятно было бы, что надо восстановить. Там скит, там рыболовная тоня была, там была часовня. Понятно, это надо восстанавливать. Но восстанавливается совершенно другое. Восстанавливается 20 поселков площадью полторы тысячи гектар с гостиничными комплексами. Между ними надо соединить, надо дороги проложить между ними. Надо их снабдить электричеством, очистными сооружениями. Во что превратить остров? Ни во что. Будет 20 вот таких бог благополучия, которые будут плавать. А будет там место Дня памяти? Сомневаюсь. Значит, если снизу не будет движения, не будет ничего, на мой взгляд. Вот сейчас, буквально я полчаса назад прочла даже не до конца статью об институте наследия, где эффективный менеджер, очередные были посажены у руководства где-то около трех лет назад. Во что превратился институт? Если бы никто не написал статей об этом, это проглотили бы все так, как бы проглотили десятки учреждений культуры, где культуре вообще не осталось места. То есть вот буквально я хочу сказать, что от каждого из нас зависит, вообще будут эти Дни памяти и будет ли вообще эта память сохраняться. Совершенно случайно я увидела, что в экспозиции на Секирной горе у музея еще осталась даже табличка о том, что музей начинал эти Дни памяти вместе с общественным ареалом. И когда это было? Это было где-то в 90-е годы. И там это стоит, что мы, да, участвуем, да мы даже первые в этом. Ну и вот, первые, это где? Нету их. Так что, ну вот просто подумайте о том, что само не будет двигаться никуда. Если общество не будет участвовать и будет ждать, когда они сменятся там все, ничего не произойдет. Спасибо. Петяна, спасибо. Среди нас есть самый, самый, самый... Самый старый? Ну, это мы, нет, это неприличные слова. Роман Петрович, ветеран всех Дней памяти. Вот, Роман Петрович. С маленьким пропуском один год. Очень важное место здесь. Могут сюда никто не приходить, но камень останется. Камень будет напоминать о том, до чего бездушная, бездушная именно власть довела народ. Что люди забыли своих предков. Люди забывают. Не надо вспоминать, будет все хорошо, все прекрасно. Так думали 70 лет. Или почти, а теперь же почти сотню будет лет. И вот сотню лет будет правящего режима. Чего, во что он перейдет, непонятно. В Германии перешло... Было понятно, во что перешел режим Гитлера. Что нас ждет, никто не знает. Будем только делать, что раз мы здесь собираемся, значит, еще не все потеряно. И не все растерялись и забыли. Многие люди сюда приезжают специально поклониться этому камню. Хотя камень это символика, это не больше. Так что... Но если мы не будем собираться, и не будет об этом сообщений никаких, то доживем до следующего диктатора. Другого ничего не будет. Но все-таки надо быть оптимистным. И будем надеяться, что люди, приезжающие сюда, приносят свои мысли, свои отношения. И, естественно, это будет расширяться. Каким образом мысли передаются, никто не знает. Но что так происходит, все знают. Так что... Важно, что мы собрались. И очень важно, что не появилась администрация. Администрация... Замечательно. Это прекрасный показатель, что администрация к людям, к народу, вообще отношения не имеет. Только территориально, может быть. А то и территориально разные. Так что будем надеяться, что все-таки все образуется. Выражение Бог не справит. Конечно, грубо это выражение, но... Но оно очень правильно показывает. Что нечего надеяться, что будет плохо. Будет лучше. Спасибо. 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 Если нет больше желающих или кто-то хочет что-нибудь сказать, тогда давайте положим цветы к этим камням и поклонимся в могилу людей, которые здесь захоронены. Спасибо. 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 Спасибо.